Рак предстательной железы 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 Сегодня в России в клинической практике используются 18 аппаратов Аблотерм. Это прошлое поколение компании AdaptMS Франция. И принципиально новая система Focal One, которая располагается в нашем центре в Москве, в Казани и в Ростове-на-Дону. С помощью данной системы мы можем с вами выполнить точную контурную фокусировку зоны интереса с шагом 4 мм. Это регулировка энергии в режиме реального времени и возможность Fusion 3 в 1. Это импорт МРТ-снимков, данных Биопсии, слияния их с ультразвуковым изображением. На данном слайде представлено программное обеспечение, где мы загружаем данные Биопсии, МРТ, сканируем простату и воспроизводится Fusion 3D моделирование. Мы планируем, выполняем оконтрование предполагаемой зоны лечения и в последующем уже система автоматически распределяет количество и расположение выстрелов. Все лечение проходило под строгим контролем систем безопасности, основных их три. Первая опция контролирует температуру в прямой кишке, не в контуре, а в самой кишке, что сводит риск развития ожогов к минимуму. Вторая опция контролирует внешние движения пациента, при возникновении которых система сразу отключает свои действия. И третья опция работает как адаптивный круиз-контролю автомобилей, который регулирует расстояние преобразователя до стенки прямой кишки. Собственно, показания для проведения фокальной и тотальной абляции отличаются. Но глобально мы говорим о пациенте с клинически локализованным раком предстоятельной железы. Это пациент, у которого нет показаний к лифоденоктомии. И это пациент, которому мы за разумное количество времени можем выполнить абляцию ткани. В нашем центре с ноября 2019 года по март 24 было выполнено 155 оперативных пособий. Из них 103 пациенты перенесли тотальную абляцию простаты, 52 из них фокальную абляцию предстоятельной железы. Каждое лечение проходило под эндрохиальным наркозом. И если объем предстоятельной железы превышал 35 кубических сантиметров, то мы первым этапом выполняли тур предстоятельной железы. Что касается средних показателей, возраст состоял 64 года, общий ПСА крови 7,25 на грамм на миллилитр, объем простаты 35 кубических сантиметров. Данный пул пациентов не имел выраженного нарушения мочесоскания. И стоит отметить, что большинство пациентов были заинтересованы в сохранении сексуальной функции. Стадия заболевания у большинства пациентов Т1С. Серьезных осложнений по клавлендинде найдено не было. И все задержки мочесоскания, которые были у пациентов, они разрешились после однократной катеризации. В течение трех лет после ХАЙФУ прослежены результаты лечения и полностью обследованы 109 пациентов. Каждому пациенту после проведенного лечения по протоколу через один год в обязательном порядке выполнялась обязательная контрольная биописиописательность железы, по результатам которой рецидив выявлен у 17 человек, что составляет 14,6%. После тотальной ХАЙФУ у 10 человек, что составляет 13,7%. После фокальной у 6, что составляет 16,8%. В дальнейшем каждому пациенту выполнено повторное лечение. 8 пациентов перенесли повторную ХАЙФУ терапию, 5 пациентов радикальную простатоктомию и 3 пациента учебу терапию. Однако следует подчеркнуть, что проведение ХАЙФУ терапии не являлось препятствием для повторного воздействия и не лимитировало нас в выборе повторного способа лечения. Ну и у пациентов с регрессией опухолевого процесса после тотальной ХАЙФУ средний уровень ПСА крови составлял 0,96 на грамм на миллилитр, после фокальной ХАЙФУ – 3,48. Здесь мы хотели бы поделиться с вами нашим клиническим опытом выполнения роботостирной простатоктомии после гемиабляции предстоятельной железы. Не так недавно данная статья вышла в журнале «Омкоурологии». Это пациент, который перенес гемиабляцию доли предстоятельной железы слева. После контрольной биопсии выявлен участок ацинарной аденокарциона в непараличной доле, и пациенту выполнена уже роботостирная радикальная простатоктомия. Патогистологическое исследование показало, что зона лечебного воздействия ультразвукового являлась четко очерченной, то есть прогнозируемой, и не распознавалась за границу простатной железы, что позволяет обеспечить заинтересованному пациенту функциональный результат. В заключении мы хотели бы сказать, что ХАЙФУ – это перспективный метод, который позволяет добиться регрессии опухоли как при тотальной, как и при фокальной терапии, и, безусловно, требующий дальнейшего изучения с разработкой точных критерий для его применения. Залогом успешного проведения лечения является подготовка врачей и тщательный отбор пациентов, а соблюдение техники проведения и тщательное планирование всех этапов операции позволит достичь баланса положительных результатов и минимального числа осложнений. Каждый пациент на сегодняшний день мечтает о минимальной инвазивности, каждый доктор мечтает о минимальной инвазивности, и нам кажется, что такой метод, как ХАЙФУ, очень хорошо подходит этим новым современным меняющимся требованиям. И когда мы будем говорить с вами больше о качестве жизни пациентов, мы думаем, что такой метод, как ХАЙФУ, найдет свое место в клиническом арсенале уролога и будет применяться, когда это будет необходимо. Спасибо за внимание.